Сейчас фонд Скулкова меня попросил для существующих здесь технологий, которые они отобрали к себе в кластерной эффективности, помочь разработать прикладные направления. И этим мы сегодня будем и заниматься. Вера, ты расскажешь о морковках денежных, которые нас ждут в конце? У нас есть три дезидента Скулкова, три стартапа, которые я думаю, больше представят тебя сами. И мы будем сегодня при поддержке Олега и, надеюсь, при вашем очень активном участии их обсуждать и придумать, как их продвигать. И в результате тот стартап, который наиболее с нашей общей с вами точки зрения какие-то наиболее интересные решения, то он в облегченном порядке сможет получить от нас полуторамиллионное финансирование на упаковку своего проекта. Вот этот полуторамиллионный грант, он безвозвратный, он может быть потрачен на все, что угодно, начиная от заказов, упаковки, заканчивая зарплатами аренды. И этот грант не требуется инвестирование, в отличие от всех остальных грантов Скулкова. И дальше компания, которая успешно справится с задачей по упаковке своего проекта, она сможет претендовать на уже большой грант от Скулкова, это 30 миллионов и 100 и 300 миллионов рублей. Поэтому желаю вам удачи и надеюсь, что из-за нас для всех это произойдет полезно, интересно и успешно. Спасибо. Спасибо, Вера. Итак, ближайшая цель полтора миллиона. У нас здесь есть три базовых технологии, которым не хватает ресурсов для реализации массы прикладных решений, которые открываются перед ними. Они рассчитывают, что вы им подскажете новые свежие прикладные направления и скажете, я это сделаю. Собственно, сегодня мы попытаемся как раз познакомиться, кто у нас, чего может сделать, разработать идеи этих прикладных решений, выбрать наиболее перспективное, это мы сделаем в общем голосование. Ну а затем вы сможете обсудить это как во время кофе-брейков, как реально это сделать. Я представляю компанию корпорации русских сверхпроводников и представляю вам сейчас проект по созданию первого в России высокотехнологичного опытного производства сверхпроводящей керамики. Темное тело чаши – это сверхпроводящий материал. В руках у экспериментатора постоянный магнит. Как вы видели ранее, магнитное поле выталкивается из сверхпроводника, потому что в нем возбуждается сверхток, препятствующий действию магнитного поля, выталкивающий его. Но если переложить силу, то магнитное поле способно проникнуть внутрь сверхпроводника на основе гитриевой керамики. И как вы видите, в пространстве над сверхпроводником образуется область устойчивого равновесия. Магнит левитирует, не падая и не отталкиваясь полностью. Мало того, что магнит может витать над сверхпроводником, как вы видите, образуется устойчивая пара. Такие свойства дают громадные преимущества устройствам со сверхпроводниковой керамикой по сравнению с электромагнитами или постоянными магнитами. Именно за счет вот этих особенностей, которые вы только что увидели. Здравствуйте. Здравствуйте. Я расскажу немного позже, но я вам расскажу про эти процессы, про суть инноваций, чтобы мы, так сказать, в проективном разуме сгенерили дополнительные сферы применения этого явления. Ну, а это как можно тише так начать сдалека. Давно люди заметили, что когда сюда ходят по морям, по океанам, у них бенды разрушаются. Это непонятно почему, но со временем они не просто ржаи, а разрушаются. В основе этого лежит физический принцип, который называется кавитация. То есть при вращении в жидкости винта определенной формы образуются маленькие области с экстремальными значениями температуры, давления и так далее. Они там сплопываются, образуются, и тем самым разрушают винты у кораблей и, соответственно, изменяют структуру среды. Вот. Мы подумали и решили применять это явление в очистке источных вод. Мы пропустили этот осадок через прибор. Через прибор, который основан на коррекционном воздействии, получили эффект, который наглядно к экспертным заключениям утвердили. В общем, уменьшаем количество осадок в два раза. Нам интересно сейчас сам принцип обезвоживания биомассы. То, что Сергей сказал, что можно таким образом обезвоживать ил источных вод, ну, это то применение, которое они уже нашли. Давайте подумаем о прикладных решениях на вазе экотехнологии для других веществ, содержащих воду. Пожалуйста. Коллеги, наша технология позволяет сжижать газ. Мы в данном случае нашли применение для переработки попутного нефтяного газа и производства синтетической нефти. На примере нашего решения, я вам подробнее расскажу о нем, вы сможете предложить свои решения. Я буду задавать вам вопросы, которые будут наводить вас на необычные решения. Сейчас мы ищем практическое применение. И первый вопрос, который я вам задаю, подумайте, пожалуйста, а вот с кем сходу, очевидно и понятно, что эта технология будет использоваться, но правда редко, нерегулярно и однократно. Минута вам. Кто будет использовать эту технологию регулярно и постоянно? Минута. Подумайте, а в каких случаях эта технология будет использоваться одним человеком, индивидуально? Следующий вопрос. Подумайте, а как технология будет использоваться несколькими людьми? Либо одновременно, либо попеременно. Частью какой большой деятельности человека является технология. Итак, отберите по несколько идей, которые вам кажутся наиболее толковыми и сведите их в единую презентацию. Выберите человека и через две минуты я оживу вас сколько я имею ввиду? Спасибо. Вы думали, как собирают суда, как собирают ракеты? Это огромная масса. Сколько нужно энергии, чтобы поднять такую громадину? А если сделать подложку и левитирующий корпус, это будет занимать, даже маленький ребенок сможет пододвинуть эту часть, огромную, тяжелую часть и собрать, чтобы собрать ракету или там, ну, часть судна. Представьте себе, танкеры нефтяные, оборудованные такой установочкой, они плавают по океану, значит, заклавят места, где много водорослей цветет, ну, значит, знаете, цветет на море, вот, и они там их так сепарируют, и получается такая жижа, масса, значит, которую можно энергетически как бы заливать, там сгорает вообще все, вот, включая дерьмо, случился свал, и все, таким образом получается новая нефть. То есть, мы получаем биотоплива без ущерба сельскому хозяйству, то есть, второе, да. Большая проблема городов, видите, масса больших городов, да, это вывоз биологического мусора, там, крысы, грязь, вот, можно перестроить это дело кардинально, да. Под его проводом будет уходить этот биологический мусор на окраину города, и там вот эта установка, да, разбирается, вода уходит, остается сухой топористой. Есть такая проблема, что по всем мире, на самом деле, это шахтный метан, угольный метан, вот, и, значит, там, в том числе обсуждаются такие вещи, что там запретить добычу угля до того, как провели дегазацию, вот, ну, это там до Распадской, закрыли, ну, да, то есть, даже там вот на Распадской, что произошло, там, суперанглийская система, значит, которую они внедрили, не помогла, все взорвалось, значит, убытки миллиардов долларов, да. – Короче, вот перед тем, как добывать уголь, открывать, да, собственно, проводить дегазацию угольных воздух. – Да и постоянно, по вашему счету, почему не прогонять весь этот воздух через эту установку, и она будет отбирать углеводороды, да, вот, оставляя воздух, – То есть, постоянно, хихо, точно. – Да. – Мы предлагаем совместить технологии, приложенные на предыдущем этапе. – На какой предыдущем этапе? – Когда с помощью квитации получается концентрировать отходы, отделять отходов, отходы совершенно разного происхождения, плюс использовать природные источники метана или лед и куглеводородов, такие как баллона, использовать любые другие способы или ресурсы, где образуются эти углеводороды, вроде свалок или, так сказать, соответствующих отделений животноводческих ферм, концентрировать это в квитационной технологии, сокращать таким образом используемые площади, и с помощью этой технологии конвертировать выделяющиеся из отходов и обработанных отходов метан и легкие углеводороды в бензин, то есть жидкие углеводороды, которые вполне могут использовать как компоненты минеральной нефти или самостоятельно применяться. Спасибо. – И продолжение. Закачивать от бензина цистерны и по левитационному же дорожному транспорту… Ну что ж, я очень рад, что у нас, несмотря на то, что третий раз, кстати, очень тяжелая технология, монотехнология, мы нашли не только интересное применение, но и еще попытались перемешать другие технологии, то, что Сергей Першиков предложил. Это очень большой плюс, потому что, на самом деле, вы удивитесь, если прочитаете, сколько было там, 54-58 у вас проектов отобранных, да, я больше чем уверен, что процентов 30 из них конвергентных, вы друг с другом можете просто, просто поговорив, получить гораздо новое качество, новые прикладные решения. И я надеюсь, наш пункт мышления будет проведен еще не раз, и вы сможете с другими проектами найти точки соприкосновения, ну и возглавить какие-то. – Ну, просто хотел всех поблагодарить, что вы пришли, было действительно очень интересно и неожиданные такие решения вы нашли, даже там, для тех технологий, которые, казалось бы, моноспециализированы. Вот, я надеюсь, и действительно очень надеюсь, что после вот этого, после этой нашей встречи, все-таки кто-то сможет себе подыскать проект, который длится, и в который внести свои идеи, свое желание что-то реализовывать и, ну, действительно какой-то, вносить такой в класс проекты, и я надеюсь, что проекты, которые здесь присутствовали, что они не будут игнорировать все то, что у нас сегодня родилось. Спасибо. – Спасибо.